Плавательный бассейн «Алмаз» снова в центре внимания городских и республиканских властей. Сам президент Рустем Хамитов принял решение о выделении средств на то, чтобы завершить реконструкцию самого большого бассейна Юга Республики. Тему продолжит Гульнас Исхакова. В городе спорта бассейн «Алмаз» появился 41 год назад. Он был и до сих пор является вторым по величине в республике. За эти годы из его стен вышло 17 мастеров спорта и более 5000 спортсменов-разрядников. В 2004 году Мекка Салаватских пловцов закрылась на ремонт. Очередная проверка обнаружила коррозию несущих конструкций. Планировалась небольшая реконструкция, которая в итоге вылилась в долгие 7 лет ожидания. Финансирование объекта шло с трудом, ремонт затягивался. Последние только 2-3 года большинство работ было произведено. Это была смонтирована крыша, были заменены те конструкции, которые подверглись коррозии. Были заложены окна, витражи, которые были слишком большие и охлаждали бассейн. Смонтирована система отопления. То есть, как мы видим, в данном бассейне очень большое количество батарей. Мало-помалу 60% запланированных работ к этому дню все же сделано. Самое важное – это установка шести мощных фильтров для водоочистки. Дренажные трубы выведены на дно бассейна. В будущем вода будет самоочищаться. Это главный этап реконструкции бассейна «Алмаз» и он пройден. Готовые чаши на 8 дорожек по 50 метров. В июле 2011 года в Салавате побывал президент Республики Рустам Хамитов. В числе других объектов он посетил и бассейн «Алмаз», сделал выводы. За год это можно уже все сделать нормально, хорошо можно. К следующему лету все здесь пустить. Показав президенту проблемный объект, Салаватцы на этом не остановились. В этом году по инициативе главы администрации было обращение правительства Республики в аппарат президента по включению данного объекта в республиканскую адресную инвестиционную программу и завершение реконструкции данного бассейна. Соответственно, наши предложения были услышаны. Распоряжением правительства были выделены республиканские средства для завершения проектно-искательских работ, проектно-смертной документации. Объявлен конкурс. Если с самого начала на реконструкцию «Алмаз» получил в общем 117 миллионов рублей, в следующем году Республика выделит почти столько же на то, чтобы завершить все работы. Осталось произвести около 40% всех работ. Это косметический ремонт, фойе, залов, это выкладка чаши бассейна плиткой и закупка специального спортивного инвентаря. Планируем ввод в эксплуатацию данного бассейна в 2013 году, но данный ориентировочный график производства работ пока идет с опережением. Есть надежда, что в 2012 году мы уже данный бассейн запустим. С открытием обновленного бассейна «Алмаз» город получит около 100 рабочих мест. Здесь снова будут проводиться соревнования российского и международного уровня. Сильная салаватская школа плавания сможет укрепить свои позиции. Но главное, с вводом большого бассейна будет разгружен другой объект физкультурного комплекса – бассейн «Вега». Семь лет находится на реконструкции бассейн «Алмаз». Все это время всю нагрузку по обучению плаванию салаватских детей несет на себе плавательный бассейн «Вега». Здесь занимаются более двух тысяч детей. Это в три раза больше, чем может принять в себя небольшое здание. Чтобы обучить всех пловцов, тренеры ведут занятия с шести утра и до позднего вечера. Вместе со школьниками, которые обучаются здесь по городской программе оздоровления, в бассейне занимаются также ученики спортивной школы – дети с проблемами осанки и дети-инвалиды. «Вега» не приспособлена для соревнований, но они здесь проводятся. Для самых младших учеников спортивной школы эти городские соревнования первые в их спортивной карьере. Возможно, уже через год они будут доказывать свое мастерство на дорожке профессионалов бассейна «Алмаз». У нас из Хакова Рустем Гайнанов. Эхо неделя.